Всем добрый вечер! Начнем стабильно Стабильно начинаем наш урок Одинаково Мы тоже типа появлялись Итак мы стандартно начали наш урок Где мы с вами вспоминаем Мы с вами сказали на прошлый раз Что это значит Начало, вспышка первая Это был Роша Шона С которого все началось Роша Шона Трой Шошона И это в плане мировом В плане того как устроен весь мир в целом А в плане того как устроен Второй новый год Как бы Который есть у нас в году Это начало То есть Роша Шона Это начало мира А Песах это начало еврейского народа То есть того что Тех кто этот мир собственно наполняет Тех кто исполняет в нем задачу Так вот Всевышний короче выводит И поэтому построен весь у нас мир Сначала вдохновение Упадок И труд Труд Работа и потай Так теперь где мы с вами находимся Сегодня сейчас Пошла такая тема От Песаха до Шебота 49 дней Чего? Чего? Да Чего то мир это называется 49 дней евреи считают Так Вот здесь 49 дней Это по Торе? Да 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 Это за рулет по Торе И здесь вот Сегодня это спорно по Торе любому мудрецам Изначально она была по Торе Потому что тогда в храм приносили каждый день такие снопы да Эти 49 дней От Песаха до Шебота 49 дней Была такая дополнительная жертва в храме И все дружно считали От 1 до 49 Вот в общем то все про Сферата умер Если ты на пару урока хочешь Вот Значит Есть такой анекдот Я помню про Азербайджанец Слишком громко хрустить А хоть красивая Какой-то глушитель поставь твою Глушитель поставь твою Глушитель поставь твою Есть такая Азербайджанец Ловит эту Золотую рыбку Она ему говорит Ну давай Исполни три любых твоих Желания Он говорит Слушай, у нас так не принято Мы привыкли все добывать собственными руками Она ему говорит Слушай, ну типа Это не по уставу У меня типа Раз, два, три Давай Раз, два, три И тогда ты меня отпускаешь И все, идем по схеме Давай тут не подумай Он говорит Слушай, не так не пойдет Не надо все добывать своими руками Вот скажи А вообще Что предыдущее было? Кто у тебя что там заказывал? Говорит Ну вот прошлый был какой-то армянин Говорит Он загадал миллион долларов Он такой О, знаешь что Скажи мне адрес этого армянина Ну Тема Спирата Омера Это тема Достижений Да Тема достижения То есть это вот Как раз период Самый главный Самый важный Это вот это область То есть это не наше Да Это подарок Да Большой сверху Чтобы влюбился В Афу Плющит Тащит Нравится Да Весна Я не знаю что Теперь Вот это Суть человека Она в том Что он сделает Вот эту работу И сам придет в эту верхнюю точку Которую ему вначале Вначале Так это и есть тема Сверата Омер То есть это тема С нашим азербайджанцем Да Что все надо своими руками Да Что нужно всего достигать Самому Да 49 дней считают Так теперь Чтобы глубже войти в эту тему Нужно понять Давай посмотрим Да Что евреи считали тогда Зачем считали От чего До чего считали От Прихода на место До От Песаха До До дарования Тора Так считают От Песаха До дарования Тора То есть ведут счет До того момента Когда будет Это сейчас Слышишь Слазером Можно его наказать Каар То есть Считали Да Сейчас принесу настоящий лазер Значит Считали От Песаха До Шивота 49 дней То есть счет идет До Шивота Теперь Когда мы поймем Как они считали Мы поймем вообще Суть праздника Шивота Суть вот этого Вообще Сверата Омира Когда я что-то То есть евреи Мой шлем говорит Через 50 дней Получаем тон Да Теперь Когда я что-то очень жду Как я считаю Уже Нет Как Ну типа обычно Вычеркивают дни Да День рождения Я жду День рождения День рождения Значит Я жду И как я считаю До дня рождения Осталось 30 дней Да 29 дней Ну Минус 1 Сколько дней Да 20 дня Так Да Ведь евреи Они очень ждали Получения Торы От Всевышнего То есть это была цель Творения мира Вообще Зачем все было сделано Но они считали не 30-29 И по убыванию Они считали 1 2 3 Да Почему так Какая разница Потому что в этом счете Он тоже является некой целью Сам счет Они просто не знали Когда им точно дадут Не Я не больше сказал Зачем 50 дней Мы гуляем 50 дней Что ты еще раздаешь Потому что сам счет Это тоже цель И он является строительством О Он является строительством А за него Как подарок Ну что Засланы Значит Да То есть Идея здесь такая Что Если я скучно чего-то ожидаю То есть в смысле Как мы ждем дня рождения Это просто пассивный блин Сейчас хреново Но когда уже наконец Да День классный Ну когда уже оно наступит Да А так ты сидишь Томишься Ну ты тупо томишься Да И мучаешься Вот Теперь Когда отсчет идет Раз, два, три, четыре, пять Это показывает на другую вещь Что Ну там Как Раваша Пашнир говорил Что они Как бы То есть Они Не буду так говорить Каждый день Они делали работу Да Каждый день Когда ты пашешь Да Когда ты сделал Там построил Там этаж В доме То Тогда Ты считаешь Не когда уже Я дострою дом А каждый Вот этот этаж Он для тебя значимый То есть Я этаж построил Раз Я этаж построил Поэтапно Поэтапно Да Поэтапно Но ты считаешь Не когда это уже кончится А ты считаешь То есть Ты вложил труд Так ты эти дни считаешь По сути То есть Вот раз Я построил столько Два Я построил столько Три Я построил столько Да Теперь Когда ты это кончится Когда ты это достроишь Но ты считаешь То сколько ты построил А не то сколько Ну когда уже наконец То есть это не скучное Такое было пребывание Так вот Евреев вывели из Египта Да Показали верхнюю точку А потом они 49 дней Они 1, 2, 3, 4, 5 До 50 До 50 Досчитай До 50 Значит Они строили Вот этот Шавот Да Получается Шавот Это был не день Что то сверху свалилось Шавот Это был день Полностью выстроенный Трудом Самого Еврейского Еврейского народа Что ещё здесь стоит сказать Интересно, да, есть такая мечна в Кокеавод Мечна в Кокеавод говорит так, что Трудился и нашел верь Не трудился и нашел неверь И в ней говорят, что есть очень Ну идея понятна, да То есть если что-то к тебе пришло незаслуженно То есть в общем-то эта мечна говорит нам важный принцип То, что к тебе пришло трудом, это вещь стоящая То, что пришло к тебе вес труда, вещь, скорее всего, не имеющая какой-то ценности Так, то есть в принципе только вещь, в которую вложен труд, она может чего-то стоить Теперь, эта мечна говорит, она говорит странную вещь Как должна была бы она звучать? Трудился и заработал Трудился и заслужил В смысле труд и результат труда должен быть А она звучит трудился и нашел В смысле, то есть ты трудишь все равно, у тебя как бы должна быть дальше Ну как бы результат твоего труда, там, зарплата Ну какой-то результат Трудился и получил результат, а почему нашел? Так объяснение такое, что когда ты достигаешь вот этой верхней точки Верхней точки, когда достигаешь, что Всегда результат, да, ты пашешь, пашешь, пашешь По жизни ты пашешь, чего ты хочешь добиться в своей жизни Но результат, он все время, он тоже всегда падает Он падает сверху, да, то есть как вот этот момент Он падает сверху, да, так и вот этот момент, он тоже его дает Всевышний Но разница в том, что здесь это не заслуженно, да, здесь это результат твоих действий Совместный, но результат всегда падает сверху Как привозят такой пример, да, что Ну, то есть есть как бы волна, как так говорят, да, есть волна успеха, да У всех людей есть в какой-то момент Белая полоса А? Белая полоса Белая полоса, волна успеха, да То есть евреи с вами в 9 дней они пахали, весь народ пахал реально Над своими душевными механиками Сейчас мы поговорим, над чем они работали, собственно Вот, пахали-пахали И вот человек там, я не знаю, вот он там, я не знаю, алкоголик, да, допустим И вот он пашет, я не знаю, на заводе, да, вот что-то он там до куда-то допахался, да Вот на своем там допахался, там, то, что его там один раз повысили все же, да Вот до сюда допахался Теперь, когда у него будет белая полоса в жизни, что-то не произойдет Он успеет на маршрут Так, теперь, если ты пахал там, я не знаю, на своем качестве приближался к Всевышнему и так далее Когда тебя наперевает вот этот огромный успех, вот когда Всевышний тебе не дает То появляется какой-то еще новый человек в твоей жизни, который делает тебе левел-ап, да Я просто, когда про это думал, я вспомнил, например, я и Киев, да, вообще никакой связи Просто вот, чтобы я, как мне, вообще, нет, слово такое слышал, вообще Киев только в курсе по истории вообще, в третьем классе, да Чтобы была Киевская, вот все, как бы вот это единственная моя связь с Киевом, да Теперь потом, ну, что ты делал на этой неделе, что хорошее, да И потом просто появился в моей жизни какой-то человек, вот очень Киев И я очень рад, доволен, просто супер Это был очень серьезный левел-ап в моей жизни, бару-ха-шем Вот, то есть всегда результатом, он, да, является в какой-то степени результатом твоих действий, да Но, как бы, какой он будет зависит от того, до куда ты добрался Но результат всегда падает сверху То есть, например, если взять, там, научные исследования, да, то все ученые, они всегда говорят, что, там, в общем, очень много вещей обнаружили, да, просто чисто по случайности То есть, они иногда искали одно, обнаружили другое И очень много ученых это говорят, что результат, он всегда как-то приходит непонятно как, да, то есть ты, мы всегда надеемся, что мы чего-то, да, достигнем этого, но как бы, как оно произойдет, когда, где, на каком этапе, оно всегда не, ну, непредсказуемо Вот он всегда валится с неба, да, и зависит от пожелания Всевышнего Окей Так теперь, значит, а над чем они работали, да, вот эти 49 дней, 49 дней они работали, вопрос, над чем, над чем работали евреи сорок девюты Хотя... Уков� да, да, на Каббалистическом есть уровне, то это называется, 49 уровней, там, Тумы, да, на которых они, то есть они жили в Египте, да египтяне были идолопоклонники и просто нехорошие люди так и написано так что египет был черной бюро и откуда там ни один раб не мог оттуда было невозможно сбежать система защиты антивирусы были там очень жесткие так просто сбежать было нереально теперь евреи оттуда сбегают целым народом они уходят оттуда египет разваливается полностью так и теперь но они были 210 лет вот в этой среде такой себе да все лишние делает эти чудеса выводит их оттуда дальше нужно собственно вот это все бяку которую ты ассимилировал себя да ее нужно чистить так и 49 дней они этим активно активно занимаются так сказать чистит туалет из своей души да вот так вот интересно получается так что есть такая мечта на давайте я прям ее выгоню сюда наверно вы готовы? а? вы готовы к этому? вот так видите? вот сейчас нам откуда надо давайте посмотрим 24 вот человек постигает при выполнении 48 условий здесь их не 49 а 48 тоже есть на это причина что 49 день они повторяли все вместе да? все вместе повторяли все в целом вот и здесь идет дальше список 48 значит качеств на которыми они собственно занимались евреи в пустыне да? которые они себе исправляли да? сейчас это может быть попозже мы посмотрим окей то есть эти 48 качеств которые они исправлялись что интересно теперь когда вы занимаетесь какой-то ну там не знаю где это вообще видано да? то есть иду я в институт да? хочу я стать там физиком инженером и так далее да? теперь где в какой из этих значит профессий да? нужно чтобы я не знаю чтобы я ограничил свою потребность в удовольствиях не залезывался в постели умерял свою смешливость был терпеливым сейчас что-нибудь такое пожестче еще принимать страдания которые посылает Всевышний да? вот что физику без этого невозможно выучить да? вот теперь любая наука вот теперь любая наука любое знание оно принимается ну как быть может быть просто интеллектуальные вещи теперь чтобы они приняли тор вот здесь чтобы принять тор нужно сначала подготовить вот эту кувшинчик да? то что то есть то во что ты будешь ее принимать то есть я да? мой мозг нужно чтобы он был чистым потому что какое бы вино хорошее не налили там 50-летней давности если у тебя в кувшинчике там плесень да? то вино идет в мусор так? 49 дней они занимались сердце очистили свои качества то есть это не так как любая наука да? тора требует чистый сосуд чистого человека с прямого с чистым сердцем так? да? и то есть 49 дней они занимаются вот этими качествами 50-й день так объясняет что это ну 7 это рамки этого мира да? 49 это 7 на 7 тысяч это такой полный охват всей материи всего мироздания а 50-й это то что как раз этот результат который дает Всевышний то есть что-то что выходит за рамки то есть например обрезание делают на 8-й день то есть это как бы есть рамки недели 8-й день делают обрезание то есть это что-то выходя трансцендентное да? что называется выходящее за рамки здесь 50-й это то что тоже как 8 да? то что выходит это 7 на 7 плюс 1 да? то что выходит за рамки вообще всего мира что Всевышний посылает сверху он дает евреям тору теперь последняя вещь которую важная которую нужно здесь обсудить она такая что но говорит Раби Хаим Виталь теперь мы говорим чем евреи занимались что они чистили свои качества что мы из этого видим что обязательно перед тем как вообще принять тору нужно исправлять качество то есть исправление качеств предшествует получению тору теперь Раб Хаим Виталь говорит такую штуку короче я не знаю что получится это яблоко это яблоко странное чернобыльское яблоко но это оно так теперь значит яблоко тыква хорошо неважно тыква яблоко что бы то ни было чернобыльское яблоко так теперь Раби Хаим говорит Раби Хаим Виталь это ученик арестеля арестеля это был вообще такой который принес вообще новый такой взгляд на вообще на мир более глубокий был такой в каком-то плане такой губалистический открыватель очень много с него началось в общем-то весь хаситут в каком-то плане начался с него так вот говорит он такую вещь что отрицательные качества это хуже чем нарушение Торы то есть понятно как религиозные евреи относятся к нарушению Торы они относятся к этому очень плохо он говорит что плохое качество моё то есть я там плохо отношусь к людям кому-то там делаю нехорошо или даже говорю о других плохо если сразу да там как я слышал где-то что он хотел перевести бабушку через дорогу там бабушка сопротивлялась но все-таки ее перевел он потом ее перевел и такой бац у нее кошелек и сумки вот это все что он переводил через дорогу это все не считается поэтому он это делал чтобы вытащить кошелек и сумки в общем перечень этих плохих качеств можно вести бесконечно раздражительность все что угодно мы с вами уже это делали на курсе курсе про любовь так вот он говорит что отрицательные качества это хуже чем нарушение Торы теперь самый главный принцип он говорит такой что есть если это более аллегорически аллегорически да что есть плод да и у плода есть две составляющие вообще берешит да берешит сатурн начинается с бет бет это два да и очень много есть разных объяснений что за два да что за двойственность мира то есть что человек двойственное существо да что в нем все время работает дуали дихотомичное да такое существо вот и тоже что любая вещь в мире устроена по принципу что есть у него оболочка есть внутреннее содержание и говорит он такой принцип что всегда клепа куд мали три что здесь есть во первых сейчас в общем что дере херес куд мали тора есть такое то что мы с вами уже обсудили что дере херес то есть если очень грубо переводить то это как бы правило этики это не правило этики то есть это личностные хорошие качества они предшествуют получению Торы то есть если ты хочешь ее понять то ты должен быть сам на более менее хоть немножко на уровне а если нет то как бы ты со своими качествами когда в это влезешь то ты ничего не поймешь потому что ты все понимаешь только через собственную призму восприятия мира если она у тебя грязная то ты видишь на что ты смотришь какую-то фигню так и он говорит так что то есть качество предшествует Торе и то же самое это принцип во всем мире что скорлупа оболочка да или шкурка вот это вот она всегда предшествует внутреннему содержанию что это значит это значит что когда растет какое-то яблоко да сначала оно внутри да там внутри еще ничего нету оно вообще зеленое определенное оно очень маленькое вот но это вот эта кожура она есть с самого начала она и она появляется первая и появляется раньше чем содержимое короче главное да главное это содержимое да то есть вот как бы вот это вот это очень это самое важное в это качество теперь говорит он так что теперь если у меня вот эта кожура повреждена то все что есть внутри гниет так тут все просто гниет и залезают черви и в общем-то это яблоко не заживает да и свои функции свои функции не исполняет и поэтому принципу в мире устроено все то есть сначала там как песенка живо да сначала там сеять потом жать да сначала появляется тело потом в тело входит душа сначала что еще какие-то примеры право ряда же говоришь в духовный мир спускают тела наоборот нечто духовное обилие оболочкой тела что еще раз что нечто что в духовный мир спустили материальность нет духовный мир он существует изначально телесный создан потом но когда всевышний создавал человека да и например там ребенка это сказано что там душа входит в него там на сороковое что-либо вот то есть духовность она существует раньше чем телесность но сначала всевышний создает телесность и только потом спускает в нее духовность то есть в смысле есть вот эта оболочка и сначала появляется тело сначала как бы после зачатия ребенку только через какое-то время в него спускается душа это вообще этот принцип он говорит работает во всем что везде клипки то есть содержание да то есть то там зачем человек уже да это его душа будет это внутреннее наполнение но то что должно появиться сначала это тело в которое будет то есть это как бы стакан до которой ты чтобы тебя налить воду тебе нужно сначала стакан чтобы налить в него воду да иначе тебе некуда наливать воду так Так вот, это то, что говорит Михаил Витальевич. Чтобы получить торм, ты сначала должен пахать над собой, должен работать над собой, потому что если у тебя вот это вот, ты сам поврежденный, да, оболочка поврежденная, то то, что входит внутрь, ты принять не можешь, да, это очень такая крутая идея, в общем-то она такая всеобъемлющая. Еще раз, что ты говоришь? Что сначала духовность? Окей, разобрали. Что еще здесь нужно сказать? То есть, 49 дней евреи строят вот эту кожуру, да, вот, теперь самое главное, что вот это главное, но второстепенное появляется первым. То есть, сначала я должен построить, ну, качество, да, что я не гневливый, что я спокоен, весь вот этот слизистый, да. Давайте, вот теперь можно это прочитать, да, что нужно построить, чтобы потом было куда наливать, да. Что говорит эта мечта, значит, изучать, да, изучать сложный процесс. От изучения зависит все, если ты не изучаешь, то ты ничего не знаешь, если ты изучаешь, то ты, в общем-то, много знаешь и есть о чем поговорить. Изучать ее, внимательно ее слушать, четко выговаривать слова, да, вот это то, что сегодня Рав Лейзер говорил. Интересно, что в научных исследованиях, как это, ну, там говорят, например, чтобы запомнить вещь, да, нужно там три-три составляющих. Это значимость, эмоциональная наполненность и время, которое ты удерживаешь в каковременной памяти. Ну, то есть это повторение или просто как долго ты делаешь это в памяти. Например, я слышал, что говорят, что в Талмуде там вот комментарии, комментаторы идут четыре строчки до того, как начинается сам текст гморы. Почему? Потому что нужно любой текст повторить четыре раза. Если ты столько не повторяешь, то оно не заходит. То есть четыре повторения – это то, что необходимо, как бы, для такой программы минимум. Одного Рава я слышал очень интересно. Он говорит, что если ты прочитал что-то один раз, ну, какой-то, даже Тору, да, какую-то один раз, то это бетуль-Тора. Бетуль-Тора – это, значит, ну, это считается очень тяжелым, как бы, очень важным такое нарушение, как бы, это отмена изучения Тора. Да, то есть в смысле, что ты можешь учиться и не учишь Тору, за это спрашивают на руку очень жестко, да, то есть в смысле, потому что человек для этого создан. Теперь он говорит так, что если ты прочитал один раз и не прочитал потом второй за этим, то это равноценно тому, что ты не читал вообще. Так, то есть, короче, то, что… Зачем проговаривать теперь? Проговаривать то же самое, что это как раз вот эта эмоциональная наполненность плюс уровень удержания, плюс, что, когда ты засовываешь понятия в слова, они становятся в мозгу намного, намного четче и намного лучше усваиваются. Я просто вспомнил одну историю просто про качество, да, мы просто ни примеров не перевели, мы приводили это там в курсе про любовь, да, если вы помните, там Дмани, там очень много всего было, сосредоточенности и так далее, тут они тоже есть. Например, вот просто про Сирата Ломер есть такой пример, Рабмойши Файши, это был такой поисок очень известный, то есть американский законодатель, скажем так, да, то есть тот, кто может восстановить Аллаху. Вот, теперь есть у него такая история интересная, что они ехали с… приехал таксист какой-то с газелькой, они с учениками куда-то поехали, а был как раз Сирата Ломер, а после, то есть уже тогда вот восьмой день Песоха, там нельзя слушать музыку, там до Аллахбаума, то есть там две-три недели не слушают музыку, потому что там есть некоторая траура, то есть в этих днях, и они садятся в это такси, и там у таксиста это музло играет. То есть они говорят, давай, надо выключить. Рабмаши Файши говорит спокойно, этот человек, он на работе, и эта музыка помогает ему работать, так? Ну, то есть про что? Это про какую-то ровновешенность, про нормальность, адекватность, какую-то золотую середину, то есть как бы есть закон, есть уровень приоритетов, то есть вот над этим всем человеку в себе нужно работать, а я подумал, что изучать ее, да, изучать ее, это в общем-то одно из самых главных качеств, то есть это в смысле вообще работать и стараться, потому что самое главное в человеке, наверное, еться – это лень. Да? Гравитация. Внутренняя, да, Жора знает. Внутренняя гравитация. Потому что вообще сказано, что человек создан из земли, Адам, Мин. Почему человек называется Адам? Потому что Мин Адама из земли. Что такое земля в нашей традиции? Есть вот эти четыре составляющие, да, там, земля, воздух, вода, огонь. И человек, его как бы основная составляющая – это земля, то есть он тупо ленивое животное, да? И ему ничего не хочется. Ему хочется просто оставаться тем, кто он есть, ни хрена не развиваться, и сидеть, и ничего не делать, да? Это то, что ему хочется в умолчании. Бежать за наслаждениями, убегать от страданий, просто такая инфузория туфель, как говорящая. Инфузория туфель, как говорящая. Теперь… А? Против вот этой внутренней инерции, то есть одного из самых вообще больших, как бы, грехов, проблем, гравитации, вот это… То есть… Это что такое эго? Это вот эта внутренняя черная дырка, которая хочет, чтобы ты не рос. Что такое изучение, да? Это то, что ты… У меня мозг был такой, а я делаю, что он больше. Для этого нужны что? Усилия. Так, изучать ее, внимательно слушать, четко выговаривать, мы сейчас объяснили, для того, чтобы она проваливалась в долговременную память, в рабочую, да? Постигать их сердцем, да? Вот физику ее точно не надо постигать сердцем, да? С Торой так не работает. Потому что Тора написано, что Всевышний требует сердца, да? Физика и пофиг на твое сердце. Физика – это физика, химия – это химия, биология – это биология. Всевышний написано – Рахмона, Лейба, Баа. Ему нужно твое сердце, ему нужно, чтобы ты хотел, чтобы ты этим жил, да? Теперь, так, бояться огорчить учителя. Вот так все. Еще кто-нибудь будет болтать. Так, трепетать перед Всевышним, да? Лучше. Вот. Быть скромным. Пребывать в хорошем расположении духа. Вот это очень важно, да? Давайте я вот так лучше сделаю. Просто здесь так написано, что у меня это напрягает немножко. Где моя машина? А можно искусственно пребывать в хорошем расположении духа? Ну, не знаю, на карту каких-то. Нужно. О! Нет, так, так, нет. Это слишком. Это слишком. Вот. Спасибо. Что это такое я вам открыл? Есть такой, кто знает английский. Это прям вам зеленый это. Ты знаешь английский? Ты меня в прошлом году спрашивал, что делать салатуры. Вот все сорок восемь этих штук прописано. Да, сорок. Конечно, да, такого. Ты про учителя видел сейчас пину? Переквань. Так, смотри. Значит, первое, да, это равно Хвайнберг. Он все эти сорок восемь пунктов, он их все прописал. И там такой небольшой урок. Причем в конце с такими упражнениями, маленьким таким тренингом. По каждому из этих, по каждому из этих пунктов, да? Это про изучение, да? Он так расшифровывает, там, эффективно слушать, произносить. Introduce yourself to yourself. Интересно, что это такое? Познакомь себя с самим собой. Да, познакомь себя с самим собой. Это так он нам и объяснил в четвертой карте. Мы его знаем. О, знаете что? Интересно. Да, простигайте сердцем, да? Так он объясняет. Постигать сердцем, это познакомь себя с самим собой. Вот. То есть видите, да? Он объясняет это очень глубоко и интересно. Вот. Давайте начинаем это до конца и на этом мы и закончим. Пребывать в хорошем расположении духа. Это понятно, да? Что? Нет. Позитивное мышление мы с вами, когда про самооценку говорили. Как это, давайте вспомним. Как самооценку повышать? Как? В общем? Надо любить себя, да? Нет, нет. Все стоит, какой-то. Кто? На обочине дороги стоит? А. ДПС. ДПС. Достижение, позитивное мышление и что? И самоидентификация. Так, это три составляющие вот этой хорошей самооценки. Третий – самоидентификация. Кто? Это самое важное. Так вот, второе – позитивное мышление. И вы помните, я там приводил всякие эксперименты, да? Что одним говорят, что крысы породистые, другим, что не породистые. Длессируют те, кому сказали, что они породистые. И так далее, да? Что позитивное мышление, оно влияет прямо на результаты, да? И то же самое при изучении, что если ты сидишь груженый, то у тебя стакан какой-то в грузилове, да? В каком-то. Если ты сидишь не груженый, он чистый, рабочий, счастливый стакан, говорит, дай мне Тору, хочу, хочу. Давай. Давай. Так, а что делать в грузилове, как его чистить быстро и эффективно? Быстро. Супер стакан. Ну, давай, сейчас мы это закончим. Давайте это просто прочитаем, да? Чисто стаканом. В хорошем расположении двух очень важно. Вообще, Ариза говорит, что все Торо, которое я получил, это благодаря тому, что я всю ее учил в радости и всю жизнь пребывал в большой-большой радости. Храни чистоту помыслов, дети мои. Нет, это просто перевод, я не понимаю. Не переживай, не переживай. Прислуживать мудрецам, ну, в общем, быть с ними в контакте и смотреть, как они себя ведут в жизни, в реальности, да? Быть в естественном контакте с товарищами, которые будут обычно участвовать в дискуссиях учеников, быть усидчивым, выучить письменную Тору, выучить мешну, сходить минимуму все меркантильные дела, сходить минимумы дела повседневные, ограничивая свои потребности и удовольствия, не залеживаться в постели. Абсолютно меня вспомнил. Стараться бы не быть многословным. Это мы, кстати, уже обсуждали. Написывал в прике вот несколько раз, что, значит, я все изучил и понял, что нет ничего лучше для тела, чем молчание. Особенно нового. Умерять свою смешливость. Хи-хи. Быть терпеливым, быть добросердечным, полагаться на мудрецов, безропотно принимать страдания. В общем, просто нужно уметь принимать страдания. Мы это с вами тоже обсуждали. Про любовь. Не обращаться на свой счет. Радоваться своей доле. Самая бэхалко. Мы с вами говорили очень много. Быть осторожным в высказывании. Не кичиться своими достоинствами. Заслуживать любовь людей. Любить Всевышнего. Любить Его творение. Это очень важная вещь. Позитивно смотреть на мир. Тут уже о своем свидании. С охотой заниматься благотворительностью. Свежой. Сидеть в людях прямодушие. Благодарностью. Принимать заслуженный упрек. Не позволять воздавать себе почести. Изучая Тора. Не пренебрегать ни единого ее словом. Не радоваться возможности выносить решения. Принимать на себя груз забот ближнего. Помогать другим. Склоняться к оправданию ближних, а не к осуждениям. Доставлять его на путь истины. Побуждать его решать все вопросы. Мирным путем. Учиться думчиво. Обсоятельства. Собираться с мыслями. И там еще есть. И как можно это успеть за 49 дней? Себе воспитать? Ну, каждый день как бы об одной вещи. Ты тут. И прямо. А, что когда выучит устное, то он выучит. За деньел. Нет, ну как бы сделать на этом какой-то акцент. Да. В смысле, что ты сегодня думаешь. Блин, а вот классно выучить всю устную Тору. Ну и это дает тебе какой-то заряд. И ты потом беззавтра что-нибудь дополучишь. Ну как-то да. Все, спасибо большое. Исправляем свои качества. И помним, что вот эта штука, да? Качество. Что если нет хороших качеств, то ты в Торе не поймешь ничего. Вот. Теперь, чтобы понять то, о чем я буду вам рассказывать, нужно, значит, чистить. Шучу. Значит, нужно работать над собой, чиститься, быть хорошими ребятами, значит, и серьезно себя исправлять. Вот Мишна, вы можете открыть в интернете, просто заводите трактат Абот. Шестая глава, шестая Мишна. Шесть, шесть, шесть. Шесть, шесть. Шесть, шесть. Очень легко запомнить. Пятки Абот. Здесь вот этот весь список. А круче всего заходим на сайт. Вот кто знает английский, вот на этот сайт. Вот этот. Эиш. 48 путей мудрости. И тут прям очень крутые уроки. Смотрите, я вам сейчас просто покажу. Давай, давайте. Очень классные уроки. Вот видите, он все это расписывает. Вот так выглядит сама эта книжка родного Павайнберга. И в конце здесь еще... Он привозит эти примеры, смешные ситуации. И в конце, видите, так раз прошло. Девять инструментов, вот и спрашивал. Десять. Спрашивал Жора. Десять инструментов постоянного, ну, сосредоточенности. Планируй, значит. Планируй, значит, по боку собирать, делать списки. Вставай на десять минут раньше, там, чем ты стоишь обычно, скажешь МАП, смотри свой день, делай счет по дню. То есть там прям по каждому из этих сорока восьми качеств список. Делай раз, делай два. Всем спасибо. Всех свобод. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ